И мы начинаем. В первую очередь, тех, у кого еще нет сайта или нет интернет-магазина, но они хотят попробовать, я хотел бы пригласить на наш сайт, который называется bitrixlabs.ru. Почему-то написано «ненадежный», но на самом деле он надежный. Просто, наверное, здесь, не знаю, может, не продлил сертификат. Не суть. bitrixlabs.ru – это тот сайт, на котором вы можете создать собственный интернет-магазин на Bitrix, который будет доступен вам в течение трех часов. Этого, в принципе, хватит на то, чтобы посмотреть какие-то основные возможности движка Bitrix для управления сайтом. Возможно, вы сейчас параллельно его откроете, да, и будете смотреть вебинары в соседнем окне, будете те же самые действия выполнять, что и выполняю я. Кроме того, здесь можно скачать специальную демо-версию. Вот здесь вот ссылочка, да, скачать демо-версию, которую вы можете установить либо локально на свой компьютер, либо разместить где-то на хостинг и уже начать делать свой сайт прямо на этой демо-версии. Она полностью функциональна. После того, как демонстрационный период, он там на 30 дней дается, после того, как он закончится, вы можете приобрести лицензионный ключ уже коммерческий, да, ввести его туда и продолжать работать как с простым коммерческим сайтом. Давайте начнем процесс установки. Я нажму сейчас вот сюда вот кнопочку «Создать сайт». На нас перекинули вниз и просят нас ввести логин и пароль придумать какой-то. Ну, я какой-нибудь простой пароль придумаю. Код на картинке. Ну, давайте. Три, четыре, шесть, шесть, шесть. Создаем демо-сайт. Процесс, на самом деле, будет недолгий. Ну, не знаю, сколько, может, у нас минут за 15 создастся. У сайта появится свой адрес. Вот он, да. 105.1 lab. bitrixlab.ru Я сейчас сделаю войти на сайт. И мы приступим к процессу именно установки. В принципе, если вы как бы ставили какие-то программы на компьютер, на Вредикат все, да, с этим сталкивались, здесь, наверное, будет похоже. Я выберу, то есть у нас здесь представлено несколько готовых шаблонов. Но мы говорим сегодня про интернет-магазины, поэтому я выберу шаблон интернет-магазина. Нажму кнопочку «Далее». Шаблон, да, с горизонтальным меню. Другого шаблона нет. Я могу выбрать цвет, который будет для моего интернет-магазина. Это универсальный интернет-магазин, да. Здесь представлены товары, всякие одежды, обувь. Но на самом деле абсолютно любые товары можно на нем продавать. Можно просто заменить товары на свои. И, в принципе, этот магазин уже готов к использованию. Что у нас еще просят указать? Название сайта, да, можем поменять. Логотип, если есть какой-то свой, пожалуйста, указывайте. Для мобильных устройств тоже логотип, да, светленький такой. Телефон обратной связи, время работы, подпись. Это все данные, потом можно будет их изменить, но при установке надо их указать. Так, мобильное приложение для интернет-магазина не будем устанавливать. Это у нас будет магазин с адаптивным дизайном. Мы посмотрим, что это такое. Так, базовая цена. Добавляем для группы все пользователи право на просмотр и на покупку по этому типу цен. Да, у нас будет один тип цен. Про это тоже поговорим. Складской учет. Будем использовать или нет? Для некоторых, особенно мелких интернет-магазинов, встает вопрос выбора какой-то системы для торгового учета. В принципе, Bittrex позволяет вести торговый учет прямо в админке вашего интернет-магазина. Да, достаточно поставить эту галочку и потом произвести некоторые настройки. Ну, при настройке он еще предлагает, когда резервировать товар на складе, да, когда при оформлении заказа, там, при оплате заказа, при разрешении доставки, либо при отгрузке. Я ставлю по умолчанию при оплате заказа. Будем считать, что я считаю в моем случае наиболее логично. Выбрал логализацию магазина, где мы продаем. Оставлю Россию, но, в принципе, есть возможность выбора логализации и для других стран, которые соседи наши, да, Украина, Казахстан, Белоруссия. Здесь все оставлю по умолчанию. Вы можете вводить, конечно, свои базовые реквизиты. Даже печать. Вернусь на шаг назад. Есть возможность подгрузить свою печать для того, чтобы, когда будете формировать, например, счета, чтобы счета были с вашей печати уже, да, человек уже этот счет, грубо говоря, распечатал. Счетывает и идет оплачивать в банк, если мы говорим о каком-то B2B. Указал, что оплачивать могут как физлицы, так и юрлицы. Указываем способы оплаты и доставки. По умолчанию их здесь немного, хотя по факту, мы потом, наверное, даже заглянем в админки, посмотрим на способов оплаты масса. Их можно будет включить потом. Вот здесь даже написано, да, что в дальнейшем настройках магазинов вы сможете активировать другие платежные системы. Яндекс.Деньги, Ассист, Деньги Мэвру, Хронопэй и прочее. Ну, естественно, для работы с ними потребуется заключение какого-то договора. Способы доставки. То же самое. Я укажу пока, ну, курьер смогу, давайте укажем еще, ну, пускай вот будет отправление первого класса, допустим. И почта России. Здесь тоже есть два варианта, да. Первый вариант – это расчет на основании данных сервера почты. Когда у нас в зависимости от параметров нашего груза, данные на доставку этого груза будут рассчитываться автоматически, используя прайс-листы с почты России. Либо, если у нас, ну, мало ли, может, почта России, сайт недоступен, раньше такое бывало, можно использовать на основе табличных данных, да, где мы сами указываем для, в зависимости от размеров, от объема, какая будет стоимость доставки. Это мы можем сами завести. Выберите способы доставки, которые возможны для вашего магазина. Так, мы их выбрали. Мы в дальнейшем можем добавить и другие службы доставки, ЕМС, ЮПС и прочее. Тоже посмотрим это. Местоположения, какие мы загрузим, ну, пускай будет Россия и СНГ, да, чтобы у нас автоматически подставлялось, когда человек там город набирает или название улицы, чтобы все это из единого справочника автоматически подтягивалось. И, в принципе, мы приступили к процессу установки нашего сайта. То есть мы сейчас установим движок с готовым шаблоном. Этот шаблон называется универсальный интернет-магазин. И это тот шаблон, который разработали мы, фирма 1С Битрикс. Ну, в принципе, он скорее создан для демонстрации возможностей движка, но многие, те, кто хочет сэкономить, кто хочет прощупать какую-то нишу, да, они пользуются прямо этим шаблоном. Я видел магазины с разной абсолютно тематикой. Кто-то торговал запчасти для мебели всеразличные, вот используя такой шаблон. Кто-то торговал там какие-то железки, металлические изделия. То есть каких-то особых доработок не делали, просто заменили товар на свои. Они настроили фильтры, которые в разделе «Каталог товаров», да, автоматически там настраиваются, ну, как на Яндекс.Маркете, знаете, когда от параметров, которым нужен товар, система автоматически показывает, есть определенного бренда товара или определенного цвета или в определенной ценовой категории и так далее. Ну, все это с вами сейчас еще посмотрим. Так, настройка завершена, и мы уже можем перейти на наш сайт. Достаточно быстро это произошло. Вот это готовый шаблон интернет-магазина. Здесь у нас видеобаннер крутится. Опять же, это можно перелеснуть. Что мы здесь в первую очередь видим? Вот я закрою эту штучку Marketplace, чуть-чуть попозже про нее расскажу. Это админка публичной части. Вот такая вот серенькая, я ее тоже сверну, она нам пока не нужна. Сам интернет-магазин, как он выглядит? Естественно, логотип, естественно, контактный телефон, время работы, уголок покупателя, можно так сказать, да. Здесь мы можем в профиль перейти, перейти в корзину. Сразу видим, если мы выбрали какие-то товары, то на какую сумму сколько товаров. Дальше у нас идет каталог товаров, причем с такими подсказками, да, с каким-то описанием, может быть, подразделов каталога и так далее. Большой баннер, здоровый баннер, на котором лучше всего, конечно, размещать какие-то новости, ну, не новости компании, а акции, какой-то, если есть уникальный товар у вас, то тоже прямо здесь можно похвастаться, завлечь пользователя. Здесь, естественно, кнопка раздела поиска прямо на самом верху. Вообще, поиск на сайте, поиск в интернет-магазине, это, наверное, один из самых популярных сценариев, потому что мало кто начинает ходить, там, найти по разделам, сказать, обычно человек приходит на интернет-магазин, уже знает, чего он хочет. Например, он здесь набирает, там, не знаю, давайте я наберу штаны, да, и сразу у нас, это умный поиск, он сразу нам показывает, что у нас есть раздел штаны, что у нас есть товары, штаны, мы можем перейти на страничку, посмотреть все результаты. Дальше, тренды сезона, какой-то блок мы вывели, да, причем даем сразу возможность прямо здесь совершить покупку, выбрать размер, выбрать цвет, что нас интересует. Ой, проскочил. Какой-то блок, почему мы, твиты, вообще связь с социальными сетями, она очень важна, тоже сегодня про нее поговорим. Какая-то полезная информация о магазине, внизу блок новостей, опять же, баннер какой-то, да, блок новостей, кнопки соцсетей, дублируем здесь информацию с шапки. Логотип, контактные данные, дублируем меню, по возможности есть подписаться на рассылку на какую-то, это наверху у нас тоже было. Вот, давайте перейдем в какой-нибудь раздел каталога. Скочим, например, в платье. Вот как раз тот умный фильтр, опять же, да, здесь строка поиска, и вот тот умный фильтр, про который я говорил. Например, мы хотим видеть только синие платье. Синее только одно. Синие, красные. Давайте все это размеров, например, L. Покажем. Да, у нас от Ультравалос мы видим только синие и красное платье. Давайте перескочим в раздел карточки товара. Карточка товара – это место, не место, а такой раздел, в котором мы должны дать как можно больше информации о этом товаре клиенту. Потому что, может быть, человек увидел где-то этот товар, который вы предлагаете в магазине, допустим, да, у него не было времени ознакомиться с ним. Он запомнил название, он пришел домой, набрал в Яндексе, или, может, он с мобильного телефона сразу перешел на страничку этого товара вашего сайта. И потом, когда у него появилось свободное время, он изучает этот товар, поэтому максимум информации должны предоставить производитель, какие-то характеристики, фотографии разные и так далее. Что здесь еще, естественно, возможность купить. И вот одна из фишек, да, это возможность купить этот товар с каким-то подарком. То есть мы продаем платье, и у нас заведена такая скидка с типом подарок, когда мы можем вместе с платьем предложить еще и купить и ремень. Абсолютно бесплатно, видите, у нас цена перечеркнута, написано 0 рублей. Вот, ну что, давайте положим в корзину пару платьев. И такой вот подарок. Ах, подарок я выбрал, а товар не положил. Так, вернусь сейчас еще в карточку товара. Что еще в карточке товара стоит показывать? Если у вас несколько складов, ну, даже если один склад, вы можете показывать, сколько у вас на том или ином складе есть товаров. Здесь он у нас показывает 0, потому что мы еще ничего не приходовали, да, мы только запустили такую демонстрационную версию. Поэтому 0. Ну, если мы приходим на какие-то товарные склады, то будет у нас здесь показывать, сколько товара. И если надо, мы можем даже на страничку этого склада перейти, посмотреть, где у нас, например, этот склад находится. Далее, блок персональных рекомендаций. Очень интересная штука, которую вообще стоит размещать не только в карточке товара, но и в корзине, например, показывать это. Показывать это на главной странице. Это блок, который автоматически показывает товар, который могут нас потенциально заинтересовать. Как система работает? На Битриксе работает очень много интернет-магазинов, и мы умеем обрабатывать данные с этих интернет-магазинов. Какие пользователи какие товары просматривали? Ну, естественно, все это обезличено, да, мы не знаем, что там Иван Иванович у нас просматривал женское платье. У нас это не записано. У нас записано, что пользователям с ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, он просматривал такой товар, как красное платье, и купил, например, красное платье, и еще и ремень к нему, и сумочку, например, какую-то. Вот, все эти товары мы собираем, агрегируем информацию по тому, кто какие товары просматривал, кто что с чем покупал, и анализируя посещение нового посетителя на сайте, мы можем выдавать какие-то персональные рекомендации. Если мы видим, что посетитель номер один у нас просматривал красное платье и ремень, то второму посетителю мы, который тоже будет просматривать красное платье, мы предложим купить еще к этому красному платью, да, купить какой-то ремень. Вот, или, например, вот что с этим товаром покупают, да, вот как раз этот сценарий есть. Там несколько сценариев работы вот таких вот персональных рекомендаций. Ну, если кому будет интересно, напишите в разделе questions, я дам в конце вебинара ссылочки, где про это можно почитать. Так, в принципе, мы здесь посмотрели, что, а, вот, комментарии еще, да, отзывы о товаре. Многие спорят, надо это показывать или не надо, но, с моей точки зрения, комментарии лучше показывать по товару, и причем давать, оставаться и негативным комментариям в том числе. С негативными комментариями надо работать, да, если кому-то качество не понравилось, можно с клиентом связаться, урегулировать как-то этот вопрос. Но дело в том, что посетители, которые видят только положительные комментарии, положительные отзывы о работе вашего интернет-магазина или каких-то товаров, они начинают вас сразу в чем-то подозревать, что-то здесь не ладно, потому что не бывает так, что все всегда у всех хорошо. Любым товаром кто-то будет доволен, а кто-то будет недоволен, даже если очень хороший товар. Поэтому, если вы хотите, чтобы клиенты были к вам лояльны, это вот один из инструментов отзыва о товаре, который стоит оставлять всегда честным. Так, переходим в корзину. Что мы здесь видим? Корзина – это место, в котором человек принимает уже окончательное решение, покупать тот или иной товар или нет. И мы должны ему здесь предоставить возможность произвести какие-то изменения. Если вдруг он решил изменить размер, да, или он, например, решил взять платье не красного цвета, а зеленого, то у нас здесь нет зеленого. Если бы у нас такое же платье не красное фея, а зеленое фея, у нас было бы здесь два цвета. Это, кстати, как раз та штука, которая называется СКУ. Когда у нас один товар идет, да, разных цветов или разных размеров каких-то, все это тоже поддерживается. Если у нас есть какой-то купон для скидки, мы его можем ввести. У нас его пока нет. Мы, наверное, с вами потом его сформируем. Давайте сейчас оформим заказ. Обратите внимание, вот все эти сценарии, да, поведение пользователя на сайте, они, в принципе, уже стали типовыми. Не надо уже изобретать велосипед, потому что это уже было изобретено до вас. Люди пользуются интернет-магазинами, люди знают, что есть каталог товаров, есть детальная карточка, страница товаров, есть сценарий оформления заказа и оплаты его в интернет-магазине. Поэтому вот такой сценарий, который пользователям привычен, вот именно его и надо предоставлять клиентам. Так, что у нас здесь он пишет? Вы заказывали уже на нашем интернет-магазине, поэтому мы заполнили все данные автоматически. Но он считает, что мы заказывали, потому что мы запустили демонстрационную версию, и пользователь, который у нас создался как админ, под которым мы сейчас работаем, да, у него уже прописано то, что это физическое лицо, что он из Москвы, бла-бла-бла. Мы можем всегда, если что, взять это и изменить. Не буду сейчас трогать. Доставка. Выбираем, какая доставка у нас будет. Например, будет Почта России, если у нас цена автоматически посчиталась, исходя из каких-то параметров нашего товара, которые там прописаны, размер, вес и так далее. Ну, я ставлю, наверное, давайте все-таки доставку курьером. Так, купона у меня нет на доставку, на какую-то скидку. Оплата. Как мы будем оплачивать? Ну, здесь по умолчанию выбран наличный курьер, мы можем, конечно, выбрать Яндекс.Кассу, но у нас пока нет договора с Яндекс.Кассой, поэтому мы не сможем каким-то образом произвести оплату. Ну, и плюс хочется напомнить, да, то, что с 1 июля у нас вступает страшный закон 54 ФЗ, который обязует все интернет-магазины, которые будут продавать, используя какие-то электронные платежи, выбивать им чек и отправлять его по электронной почте или СМСкой на телефон. Вот. У нас есть специальный даже сайт, давайте отвлекусь на секундочку, который называется Кассы54ФЗ.ру. Те, кто собираются открыть интернет-магазин, в обязательном порядке, и уж тем более у кого уже есть интернет-магазин, изучить этот сайт, посмотреть видео вебинаров, которые мы проводили, да, как раз по интернет-магазинам и кассам, и подписаться на рассылку, где будут разные полезные новости присылать. Все, что касается 54 ФЗ, времени осталось очень мало, поэтому не провороньте. А я сейчас, наверное, выберу другой, вот такой вот платеж, квитанция Сбербанка. Ну, чем он интересен? То, что по такой квитанции или по... Ну, грубо говоря, вот по такому выставленному счету вбивать чек не надо. Поэтому для кого это может решить вопрос с покупкой кассы. Так, дальше. Фамилия, имя, отчество. Битрикс Лабс, Битрикс Лабс, Битрикс Лабс, Битрикс Лабс, Битрикс везде. Телефон у нас просит указать. Давайте наш любимый. 212-8506. Улица Красная. Один. Пускай будет. Комментарий к заказу мы можем тоже указать. Да, посетитель нас может, например, написать нам доставка после 18.00. Может, там доставку-то какую выбрали. Доставка курьером. Ну, отлично, пускай так будет. Все, оформляем заказ. Заказ оформлен. Он у нас остался в нашем персональном разделе сайта. Здесь у меня заблокировало страничку. Я ее сейчас открою. Это как раз вот наша квитанция, да, с помощью которой мы можем пойти, распечатать, пойти оплатить. Если что, мы всегда в персональном разделе сайта можем зайти, посмотреть список наших заказов. Вот он, наш заказ. В подробностях о заказе мы можем как раз распечатать эту квитанцию. Ну, где? Не могу вспомнить, где. Вот здесь нет. Повторить заказ. Не знаю. Да, тут какой-то... Почему-то, ну, на самом деле, должна быть ссылка на счет. Который у нас был. Ну, странно. Почему-то нет. Шестой же заказ. А, вот он, шестой. Это третий. Это не тот заказ посмотрел просто. Вот она, кнопочка оплатить. Да, мы можем опять ее нажать, и у нас распечатается квитанция. Это при желании, если нам необходимо, можем повторить заказ и так далее. Это все, в принципе, что касается клиентской части. Единственное, что здесь хотелось бы добавить, наверное... Давайте вот так вот сделаем. Перейдем в магазин. Сейчас. Да, ну, хотелось бы добавить только то, что это адаптивный у нас интернет-магазин. Давайте вот так вот, наверное, сделаем. И в зависимости от того, какого размера будет у нас окно, да, у нас, смотрите, автоматически поменялся дизайн нашего интернет-магазина. Вот это окошко, оно максимально похоже на то, как выглядит наш сайт в мобильном браузере на смартфоне. Ну, на смартфоне, да, на таком мелком экране. Наша задача, чтобы сайт, на который будут заходить наши посетители, чтобы он одинаково хорошо отображался и на мобильных устройствах, и на простых компьютерах. Причем, наверное, уже важнее, чтобы удобно отображался именно на мобильных устройствах. Я не буду сейчас искать цифры, да, статистику, но помню точно, что больше 70% пользователей Рунета, они уже пользуются мобильным телефоном для выхода в сеть интернет. И процент это будет с каждым годом все больше и больше расти. То есть, ну, по сути, смартфоны, они стали номером один. В процессе выхода в интернет, да, в процессе получения какого-то контента. Поэтому обязательно надо делать ваш сайт адаптивным, таким, чтобы он сам подстраивался под то разрешение экрана, с которым пользователь будет работать. Так, я сейчас хочу закончить первую часть свою, которая коснется именно публичной части, и перейти уже в админочку. Вот так сейчас открою. Пока посмотрю, какие у вас есть вопросы. Запись будет? Только один вопрос. Да, конечно, будет. Я же поставил там на записи. Я сейчас проверю. Да, запись ведется. Так, ну, отлично. Раз других вопросов нет, то давайте перейдем дальше и посмотрим админку. Вот это вот я сейчас нажму кнопочку. Девушку уберем, чтобы она нам не мешалась. Это публичная админка. Прямо в публичной части сайта менеджер или администратор сайта может создавать какие-то страницы, создавать разделы, управлять менюшками, изменять страницу. Здесь, наверное, самый интересный режим – это вот такой вот режим правки. Я его сейчас включу и, в принципе, прямо здесь я могу подвести курсорчик к какой-то области. Появляется, да, такое контекстное меню и поменять оперативно, например, номер телефона с 2-12-8506 на 2-12-8507, допустим. Вот. Сохраню, да, сразу эта информация поменялась. Точно так же могу здесь зайти и изменить какой-то товар. Хлоп. Нижнее белье, розовое смущение. Отличное название, не будем его трогать. Не знаю, фотографии можем здесь заменить. В раздел переместить товар не в нижнее белье, а в штаны, например. Или продублировать его в штанах, зажав шифр и выбрав два момента. То есть, ну, в принципе, любые операции можно здесь делать, какие нам необходимы. Да, если Яндекс.Директ у нас подключен, то объявление о данном товаре на рекламную площадку управляем здесь и так далее. Я просто пока это сохраню. Вот. Это, наверное, такой основной момент. Ну, еще давайте, наверное, вот сюда зайдем. В раздел «О магазине». Посмотрим немножечко, как редактируется вот эта часть. Я нажму «Изменить страницу в редакторе» и расскажу чуть-чуть про вот такой вот визуальный редактор. Он позволяет, ну, во-первых, как в любом текстовом редакторе, да, таком более-менее продвинутом, здесь описание менять, там, жирным выделить, цветом каким-то другим и так далее. Ну, мне хотелось бы показать вот такой вот меню компонентов. Например, мы хотим информацию по складам сюда вывести. Информацию по складам я просто сюда закину. Опа. Вот этот модуль. ID склада до 1 показываю. Яндекс.Карта пускай будет. Вот так вот мы это сейчас делаем. Хлоп. Так. Место здесь оставлю. Сосключил у меня курсорчик. Вот сюда я закину эту информацию о складе. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Хлоп. У нас сразу информация о нашем складе. С фотографией, с адресом нашего склада и так далее. И дальше уже пошла информация о нашем магазине. То есть, ну, такие модули, их компоненты, вернее, можно размещать на страницах. Их много. Сегодня мы про них подробно не будем разговаривать. Но можно ими пользоваться тоже. Давайте перейдем сейчас именно в админку нашего сайта. Посмотрим, что у нас дальше по плану надо поговорить. Работа контент-менеджера. Ну, в принципе, в двух словах мы видели, да, контент-менеджер у нас человек, который занимается вот как раз всякими текстами на сайте и описанием товара. Давайте мы сейчас это закроем. Немножко попробуем отредактировать наши, какие-нибудь наши товары. На, сейчас вот так разверну. В двух словах про админку. Она обычно состоит из трех частей. Первое – это вот такое вот главное меню, да, где мы можем перемещаться между разделами. Очень удобная штука – рабочий стол. Например, если вы пользуетесь… Инструментов здесь масса, да. То, что касается аналитики, какое-то сервисное обслуживание, настройки. Отдельно раздел по маркетинговым инструментам. Отдельно по контенту. Вы можете пользоваться только некоторым инструментом. Например, вы работаете только с заказами, да. Причем, ну, с заказами, например, со складами. Я просто беру это, перетягиваю все вправо. И отчеты какие-то. Давайте вот так. Могу перетягивать это все вправо, а могу просто нажать вот такую вот здесь звездочку. Хлоп. Вот. И теперь, когда я перейду на рабочий стол свой, у меня как раз в избранном будут вот эти разделы. То есть мне не придется здесь по меню скакать, да. Я хлоп-хлоп выбрал, который мне надо, и все. Рабочий стол. Такое место, где разные виджеты расположены, это удобно для того, чтобы мониторить вообще работу вашего сайта. Сколько у вас было продаж, там, какие заказы, откуда, по каким рекламным кампаниям переходили к вам пользователи и так далее. Вот. Их можно добавлять, убирать. Вот здесь вот есть такой менюшечка такая. Можно их перетаскивать там между собой, как вам удобно. В общем, удобный такой раздел. Так, давайте перейдем в магазин. Каталог товаров. И посмотрим список товаров. У нас может быть несколько типов товаров. Либо простой товар. Например, это просто, не знаю, что, кошелек, да. У нас есть ли одежда и аксессуары, пускай это будет кошелек. Кошелек одного цвета, одного размера. Также может быть товар с торговыми предложениями. Мы с вами уже видели его. Это платье разных цветов и разных размеров, хотя, ну, по сути, это одно и то же платье, да. И можно продавать комплекты и наборы. Давайте перейдем в какой-нибудь товар. Вот у меня, например, есть штаны полосатый рейс. Товар с торговым предложением. Карточка товара. Где у нас наш контент-менеджер может уже редактировать полностью описание этого товара. SEO-описание, причем SEO-описание можно использовать для редактирования, для формирования SEO-описания. Можно использовать специальный SEO-генератор, который, вот он у нас здесь как раз настроен, да. То есть мы не прописываем для каждого товара отдельное SEO-описание. Оно у нас генерируется автоматически, исходя из некоторых параметров. Вот здесь у нас, например, стоит параметр this name. This name – это параметр, который подставляет все описания названия этого товара. У нас вот этот шаблон задан для всего каталога. И все товары, которые находятся в этом каталоге, у них будет описание такое. Каталог названия товара от магазина одежды, да. Мы можем добавлять вот такие вот переменные. Указывается здесь там название текущего элемента. Название там в нижнем регистре, символьный код текущего элемента. По-разному. То есть настраивайте под себя так, как вам это важно. Шаблоны alt, да, для текстового описания картинка, пожалуйста, тоже здесь настраиваться и так далее. Не буду отдельно про это рассказывать. Возможно, у нас будет в дальнейшем отдельный вебинар по SEO-описанию. Но сегодня это явно не эта тема. Хотя тема очень большая, обширная. Объявление Яндекс.Директ. Если у нас подключена интеграция с Яндекс.Директ, это возможно, то можно здесь управлять как раз этими объявлениями. Разделы мы уже смотрели, что это такое. Торговые предложения. У нас здесь получается товар с торговым предложением – это набор из нескольких товаров. В зависимости от того, какие размеры у этого товара, какой цвет, если мы говорим о одежде, или какие-то, может быть, другие свойства, если мы говорим о каких-то других типах товаров. Прямо тут их можно редактировать, если необходимо. Как раз здесь у нас устанавливается цена, наличие на складах можно посмотреть, какие скидки к этому товару применены, параметры и так далее. Штрих-код, да, мы можем с помощью сканди-штрих-кодов приходовать товар на склад и так далее. В принципе, в этом заключается у нас работа контент-менеджера. Теперь, наверное, давайте посмотрим, как у нас происходит работа менеджера интернет-магазина. Сколько у меня осталось времени? Еще есть. В первую очередь менеджер у нас работает с так называемым списком заказов. Я сейчас скрою вот эту часть. Вот такая у нас табличка, где перечислены все наши заказы. Причем эти заказы мы можем фильтровать по каким-то свойствам. Фильтр настраивается очень гибко. Вот здесь открываем плюсик, выбираем, какие поля нас интересуют и проставляем значения в этих полях. Например, у нас... Давайте посмотрим все заказы, которые были сделаны в течение недели. Текущие. Ну, у нас они, в принципе, все были на этой неделе сделаны, потому что мы только открыли сегодня с вами магазин. Если мы посмотрим предыдущие, то у нас там заказов не будет, да? Потому что их мы еще не открылись. Оставлю текущие. Можем выбрать там только принятые... Только заказы, только статусы принят, ожидается оплата. Причем эти статусы тоже настраиваются. Вы можете свои статусы какие-то писать, создать. Ну, в зависимости от бизнес-модели вашего интернет-магазина или того товара, или тех услуг, которые вы будете продавать. Так. Тут, конечно, да, возможно, сортировка. Опять же, таблица выводится. Те поля, которые вам необходимы. Просто из одной колонки в другую перекидываете. Если есть необходимость, можно в Excel выгрузить эту таблицу. Ну, и фильтры можно настраивать и сохранять. Например, вот у меня уже есть готовые, да, сохраненные фильтры. Фильтры по заказам стоимость от 10 тысяч рублей. Мы их считаем крупными. И от 10 тысяч рублей в статусе принят, ожидается оплата. Вот. Давайте посмотрим такие. Ну, у меня нет приоритетных. Ну, пускай будет, не знаю, да? От 2 тысяч рублей. Совсем скромненький интернет-магазин. Вот у меня есть, например, от 2 тысяч рублей. Это вот наш свежий заказ, который мы сегодня делали. Ну, и какие-то другие фильтры. Вы можете самостоятельно создавать фильтры, делать их доступными только для себя, например, либо доступными для всех пользователей. И, исходя из тех параметров, которые сделаете, просто сохранять их. Так, давайте сейчас перейдем уже в карточку заказа. И посмотрим, как она у нас работает, из чего она состоит. Карточка заказа достаточно большая. Ну, связано это с тем, что мы здесь показываем всю информацию абсолютно по заказу. Когда и кем был создан. Последние изменения. В каком статусе. Если надо, мы здесь можем отменить заказ. Вся информация о покупателе, которую он нам указал, в том числе комментарии, которые мы написали, да? Доставка только после 18.00. Информация по отгрузке. Мы можем отгрузить товар как вручную, так и автоматически, если мы интегрированы с каким-то торговым сервисом. Там мой склад, например, или с Одинесской. Здесь это будет проставляться автоматически. Причем, хочу обратить внимание, у нас может быть несколько отгрузок одного заказа. Например, если у нас крупный заказ на 15 товарных позиций разных, возможно, у нас клиент попросил, что часть позиций он самовызом заберет, часть позиций он хочет доставку на дом. Причем то, что самовызом он оплатит наличными, а то, что на дом, он оплатит карточкой, допустим, да? Там крупная, пускай будет какая-то покупка. Вот такие сценарии все поддерживаются. Можно заказы разбивать и по отгрузкам. Или у вас, например, товара какого-то нет на складе, да, сейчас, из этих 15 товаров. Вы, грубо говоря, 10 товаров отгрузили, и говорите, что 5 товаров отгрузим еще через 2 дня, когда они поступят на склад. Тоже такие варианты возможны. То же самое оплата, да? Автоматически это произойдет, если это весь торговый учет у вас ведется там где-то или в ДНС, или в моем складе, или в какой-то другой системе, с которой вы настроили интеграцию. Статусами оплаты, вот, пожалуйста, прямо здесь можно или вручную управлять, или автоматически. Так, дополнительная информация. Менеджер может оставить здесь какой-то комментарий. Да, например, доставка только после 18.00. Уже вот есть такой комментарий. Мы можем добавить что-то еще. И, конечно, состав заказа. Что у нас человек заказывал, какой подарок там к этому заказу выбрал, если мы даем. Ну, естественно, все это мы можем, если нам необходимо, изменить. Всю информацию по заказу. Можем изменить количество. Например, у нас менеджер для подтверждения заказа созванивает с покупателем, уточняет что-то и указывает количество этого интернет-магазина, количество этого товара, если там захотели купить больше и так далее. Все это прямо здесь. Промо-код, если какой-то нужен, тоже прямо тут вводим и так далее. Так, отменю сейчас какие-то изменения, не буду их делать. Ой, из заказа выскочил. Вернусь заказ. Так. Что еще у нас тут? Ну, для того, чтобы перемещаться по этому заказу, может быть, не очень удобно, может, нам для работы какие-то параметры не нужны, или там информация о покупателе. Это можно свернуть, настроить это все под себя. Есть такая вот возможность быстрого перемещения, то есть как менюшка такая. Опять же, информация по всем изменениям заказа. Вот она здесь доступна. Также здесь информация по тем документам, которые были созданы. Вот здесь по анализу заказа. Плюс ко всему, мы можем какие-то документы прямо тут распечатать, отдать их на рубке курьеру, чтобы он поехал их отвозить уже непосредственно к клиенту. Так, с заказами, думаю, понятно. Что тут еще? CRM. Про CRM не буду сегодня рассказывать, потому что не тема нашего мероприятия. Но настойчиво рекомендую, если вы делаете интернет-магазин на Битриксе, завести еще и портал Bittrex24. Это нужно не только для того, чтобы учитывать ваши продажи с интернет-магазина в едином информационном пространстве. Это отдельная тема для вебинара CRM. Тут, скорее, очень важна такая штука, как открытые линии. Она у меня, наверное, сейчас в разделе маркетинг. А еще, возможно, просто это сюда таким образом не выкатили, что... Да, это же домоверсия, здесь не будет этого показано. Все правильно. Грубо говоря, давайте в двух словах расскажу, что такое открытые линии. Это возможность повесить на сайт специальный виджет. А давайте, наверное, прямо сейчас попробуем его сделать. У меня есть мой портал. Это виджет, в котором посетители вашего сайта смогут заказать обратный звонок, смогут написать вам в онлайн-чат, смогут через какой-то тот мессенджер, в котором им удобно общаться, написать вам сообщение и так далее. Так, где у меня открытые линии? Я сейчас покажу, насколько это просто делается. Так, вот у меня открытая линия 6. Так, а там только онлайн-чатик, да? Угу. Ну, давайте, пускай, допустим, будет вот так. Пускай это будет виджет на сайт. Вот он, на сайт. Я его сейчас скопирую. Может, для кого-то это было быстро, но... Потом, если что, посмотрите, как все это работает. А-ха-ха. Так. О, это не тот интернет-магазин. Вот здесь вот. Мы перейдем сейчас на главную страницу. Включу это выражение в коде и вставлю в конце этот код, который мы скопировали. Видите? Теперь у меня появилась вот такая вот штучка на сайте. Если я нажму, я могу написать в онлайн-чат, я могу заказать обратный звонок, запросить какие-то контактные данные. Я выберу сейчас онлайн-чат. Ах, не смогу я написать на никакое обращение. Ну, может кто-то, если параллельно зайдет на 1051lab.bitrixlabs.ru, может написать мне какое-то сообщение. Это сообщение появится у меня вот здесь вот в чатике. Вот в таком. Вот тут вот. И я, если я оператор или менеджер интернет-магазина, я смогу на какой-то вопрос сразу оперативно ответить. Это очень важный момент, потому что все больше и больше людей начинают общаться с владельцами компаний, не с владельцами, а вообще с компаниями, с интернет-магазинами через разные социальные сети, через вот такие онлайн-чаты. И в открытых линиях есть возможность использовать не только онлайн-чат, но и подключать разные свои мессенджеры. Самые популярные все поддерживаются. Это Viber, это Telegram, это Skype, ВКонтакте, в Facebook. Вот тут мне что-то написал параллельно, да? Уже я вижу. Вот тест. Давайте я вам отвечу тест. Привет. Вот, то есть люди общаются в социальных сетях, они хотят общаться с бизнесом тоже в социальных сетях. И ваша задача дать им такую возможность. Ну, по своему опыту могу сказать, мы когда у себя на сайте Bittrex сделали доступные вот такие открытые линии, у нас количество обращений в компанию по открытым линиям уже через два месяца работы составило там порядка 20%. Это используя вот такой вот онлайн-чатик на сайте, да? А, онлайн-чатик плюс обращения через Facebook, нашу группу ВКонтакте и так далее. И в Вайбере, в паблик-чате тоже. Не буду сейчас подробно про это рассказывать, отдельный вебинар есть про это, но прямо настоятельно рекомендую его посмотреть, если интересно, скину ссылочку. Напишите в разделе Questions, скину ссылку на этот вебинар, покажу, где все это находится. Это очень важная штука, и это один из самых популярных сейчас трендов. Так, дальше, управление заказами посмотрели, давайте посмотрим по инструментам маркетинга, а именно товарный маркетинг и скидки. Они у нас сейчас немножечко изменились. Ой, скидки на товар. Вот у меня уже заведена скидка, я сейчас не буду заводить новую, я просто поработаю с этой скидкой. У меня есть скидочка, которая у меня, давайте посмотрим, с чего она стоит. Она активна, называется скидка на нижнее белье. Тип скидки, она может быть в процентах, так, фиксированная или установленная какая-то цена на товар. 10% в рублях. Условия какие? Поле раздела равно нижнее белье. Ну, давайте перейдем на сайт и посмотрим, как это работает. Я захожу в раздел штаны. И вижу, да, продаются штаны, скидок нет никаких, я расстроен. Иду в раздел нижнее белье, а тут прям праздник, да. Сразу мы видим, что на этот товар у нас скидка, у нас такой яркий значок, на котором написано минус 10%. Цена у нас сразу именно, и этот товар я могу привлечь уже со скидкой. Если я поменяю скидку, это с 10 до 20%, например, да, применю это все дело. И здесь тоже сброшу кэш, обновлю страничку. Ну, у меня сразу скидка поменялась, и здесь значки все тоже поменялись. Что еще? Скидки могут быть. Вот сейчас у нас эта скидка работает на весь раздел каталог товаров. Я могу сделать это немножечко по-другому. Я могу скидку эту сделать вот такую, например, написать, ну, допустим, New Year. Да, пускай это будет купон для новогодней скидки. Сохраню это. Скопирую сейчас, ой, скопирую, да, этот купончик. Ну, ладно, не буду. Я просто его сюда введу сейчас. Я опять прихожу в раздел нижнее белье. Сейчас сброшу кэш. И смотрите, скидки пропали. Но если я буду приобретать этот товар... Скидки нет. Я пишу New Year. Все, у меня сразу эта скидка автоматически применилась, да. То есть мы можем скидки генерировать как на какие-то товары, на какие-то группы товаров, так и генерировать специальные купоны, рассылать эти купоны нашим подписчикам, и они уже будут применять эти купоны и получать скидки. Это важный тоже маркетинговый инструмент. И еще один тип скидок – это правило работы с корзиной. Они немножечко недавно обновились. Ах-ха-ха. Здесь еще... А, нет, уже новый интерфейс. Ну, странно, что через мастера у нас не завелось. Вообще они через мастера заводились. То есть мы прописываем, да, здесь название скидки, приоритет применимости и прочее-прочее. Здесь такие прям подсказочки есть отдельные, да, как все это, как считается стояленная скидка. Какие у нас действия будут? Например, изменяем стоимость товаров в корзине, изменяем стоимость доставки, либо подарок предоставляем. Дополнительные условия, ограничения. На какие группы пользователей у нас будет рассчитана эта скидка. А видите, у нас групп пользователей несколько. Мы сейчас к ним как раз перейдем. Купоны давать, не давать. Внешний код – это уже такой посложнее материал. Мы не будем его сегодня рассматривать. Так, по группам пользователей. Давайте перейдем вот сюда. У нас их есть несколько, этих групп. Мы можем использовать те, которые по умолчанию нам предлагаются. Можем добавлять какие-то свои. Здесь же мы можем настраивать уровни доступа, редактировать список пользователей, какой у нас пользователь будет к какому относиться, к какой группе. Вот как раз в какой группе мы видим пользователи админ и тест. Иван. Кто-то у нас там зарегистрировался, пока мы смотрели с вами этот наш интернет-магазин. И здесь как раз настраивается и политика безопасности, и доступ к скидкам. Кстати, что касается безопасности. У нас есть вот такой вот замечательный инструмент, который называется сканер безопасности. Давайте я его запущу. Это, грубо говоря, облачный сервис, который пытается удаленно проникнуть на ваш сайт и показать, есть ли какие-то слабые места у вашего сайта. И если они есть, то он покажет вам, что надо исправить, что надо настроить. Такое внешнее сканирование. Ну и плюс потом все это доступно вот в таком вот разделе. Называется он панель безопасности. Где можно как раз посмотреть, какой уровень безопасности включен. Опять же, система выдает рекомендации включить или выключить тот или иной инструмент и так далее. Так, давайте посмотрим, что у нас еще осталось посмотреть. Возможно, с инструментом Marketplace для интернет-торговли. Давайте как раз сейчас перейдем в этот раздел. Что у нас там сканер безопасности? Вот видите, он нас сканировал и сразу пишет, что уровень безопасности административной группы не является повышенным. Рекомендуется повысить. На самом деле, здесь надо исходить уже и конкретно из требований каждого интернет-магазина для себя уже решить, стоит включать тот или иной инструментарий или нет. Потому что некоторые инструменты безопасности, они, скажем так, избыточны и могут сильно нагружать систему. Ну, не каждый день вас будут пытаться там всякие хакеры к вам проникнуть и так далее. Вот. Подробно не буду про это рассказывать, уже времени не осталось. Расскажу сейчас про Marketplace. Такая интересная штука. Я вам сегодня показал готовый универсальный шаблон, который разработали мы, именно один из Bittrex, да. Но у нас есть такая штука, которая называется Marketplace. По сути, это как, знаете, как Google Play или как App Store для вашего смартфона. Вот то же самое, только для вашего сайта или интернет-магазина. Это магазин разных готовых решений и модулей для вашего интернет-магазина. И вот найти здесь можно все, что угодно. Самый классный вариант, да, это готовые интернет-магазины. Для чего это надо? Вот как раз тот, который мы смотрели, да, современный интернет-магазин. Пожалуйста. Есть какие-то другие решения. Аспро, коллеги будут сейчас рассказывать, не знаю, про него, не про него. Уже забыл, пока беседовал с вами. Ну, я думаю, про него, да, вот Аспро Оптимус, да, как раз про него расскажет следующий спикер. Почему на готовое решение? Дело в том, что интернет-магазин большой, крупный, запускать достаточно долго и дорого, да. И обычно компании, которые открывают свой бизнес в интернете или имеют уже свой оффлайн-бизнес и собираются выйти еще и в онлайн. У них не всегда, зачастую даже, у них всегда недостаточно ни времени, ни средств для того, чтобы это стартануть. Потому что разработка интернет-магазина – это долго, это дорого, и это сложно. И отличное решение – это отличный вариант использовать готовое решение. Потому что стоит оно гораздо дешевле, чем индивидуальная разработка. Функционал, который необходим для интернет-магазина, он уже включен в поставку, да. И, ну, это реальная экономия и времени, и сил, и денег, что самое главное. Гораздо проще взять, я не знаю, там за условные 100 тысяч рублей купить готовый интернет-магазин, попробовать, причем интернет-магазины, они бывают вот под разные, под разные категории товаров, да, под разные сферы, под разные ниши. Есть вот, например, да, детские товары и игрушки готовый интернет-магазин. Есть интернет-магазин часов. Есть интернет-магазин шины дисков. У них там вообще своя специфика. У них там калькулятор подбора этих самых дисков под колеса определенного размера. Вот чтобы всю эту штуку сначала не программировать, не изобретать вот этот вот калькулятор, да, не нанимать программиста, который это будет писать, проще взять готовое решение и использовать его. Люди, которые занимаются разработкой готового решения, они уже, скорее всего, не один десяток сделали сайтов по схожей тематике. Они знают нюансы именно этой отрасли. Они знают сценарий поведения клиентов, которые покупают именно вот этот товар, да, именно из такой торговой группы. Ну вот, поэтому обратите внимание именно на готовые решения. Ну и плюс, помимо готовых интернет-магазинов, в Marketplace есть много разных решений для интернет-магазина. Да, ну, например, вот водяной знак, да, если кому-то надо товар дня, таймер убегающей халявы. Наверняка все встречали такую штуку. Раньше у крупных интернет-магазинов частенько это модно было, когда показывало, что осталось всего три часа, когда товар можно приобрести по спеццене и так далее. Тут там рассылки для бизнеса, с тиньковым интеграцией, возможность покупки в кредит и так далее. Инструментов масса, они постоянно появляются новые, поэтому посмотрите, обязательно наверняка что-то найдете и под себя. Так, четыре минутки у меня осталось, давайте я посмотрю сейчас, какие есть вопросы. Ссылочку пишут на CRM, ссылочку по открытым линиям. Давайте я сделаю так, я не буду давать ссылочку, я покажу, где это находится. Наш сайт bitrix24.ru, потому что одними открытыми линиями вы не обойдетесь. Вы, если поставите себе bitrix24, он, кстати, бесплатен до 12 бизнес-пользователей, и в плане коммуникации вообще без ограничения по пользователям. Я не буду сейчас рассказывать, что такое bitrix24, но вам рекомендую настоятельно ознакомиться с этим. Вот, даже если не будет интернет-магазина, в бизнесе эта штука поможет. Я в самый низ переместился, раздел помощи, и вот здесь вот такая ссылочка, вебинары. Здесь мы рассказываем каждую неделю о инструментах, которые входят вот в bitrix24. Инструментов массы, все они нужны. Вот, что у нас в ближайшее время будет, автоматизация продаж в CRM, потому что bitrix24 это в том числе и CRM-система, и управление задачами и проектами, тоже это есть в bitrix24. Мы говорим про открытые линии, вот они, открытые линии коммуникации с клиентами. От 7 марта видеозапись, пожалуйста, прямо сюда нажимайте, и оно будет доступно. Или же, если неудобно так, то можно просто подписаться на наш канал в YouTube. Оп, заговорили коллеги. Можно подписаться на наш канал в YouTube, и вот он, bitrix24 видео, и у нас еще есть один из bitrix. И смотрите эти вебинары прямо здесь. Что-то новенькое будет появляться, у вас сразу будет уведомление. Так, ну, наверное, пока все. Я сейчас... Да, пока вопросов нет. Если в ходе вебинара у вас еще возникнут вопросы, обязательно задавайте их. А я передаю слово Марии. Марии, сейчас секунду, я сделаю вас презентером. Так. Так. Мария, можно уже начинать. Микрофон уже включен. Надо нажать еще серенькую кнопочку с монитором, чтобы экран тоже стал доступен. Здравствуйте, коллеги. Как меня слышно? Слышно. Я пока отвечу за коллег. О, и слышно, и видно. Тогда я отключаю свой микрофон. Мария, welcome. Прекрасно. Здравствуйте. Меня зовут Мария Вознина, и я маркетолог компании Аспро. В нашем докладе мы расскажем, как получить первые продажи через три дня после запуска интернет-магазина, поделимся секретами успешного запуска проекта и фишками для повышения конверсии. И сразу скажу, у нас разработчики буквально вчера и сегодня выпустили очень классную штуку для наших готовых решений. Это расширенная интеграция с Яндекс.Метрикой. Она позволяет очень быстро и буквально в несколько кликов за полчаса настроить систему аналитики для вашего проекта, которой хватит, собственно говоря, на старте совершенно точно, и вы уже сможете сразу собирать статистику. Но чуть позже продемонстрирую, как это все выглядит. А теперь давайте расскажу немного о нас. Мы являемся топовым разработчиком готовых решений на один из Bittrex Marketplace. Разрабатываем интернет-магазины, корпоративные сайты и отраслевые решения. Наши решения, которые входят в топ-3 на Marketplace, это Optimus и Market. Optimus – это быстрый интернет-магазин для любых категорий товаров с вертикальной компоновкой каталога и специально приспособленный для проектов с тяжелым каталогом, с большим количеством товаров и с большим количеством торговых предложений. Никита его уже упоминал. И Aspro Market – это также универсальный интернет-магазин с горизонтальной компоновкой каталога. Очень мощный инструмент, подходит для любой тематики и позволяет очень быстро запустить интернет-магазин. Основные преимущества наших решений – это то, что, во-первых, вы можете буквально за один день запустить свой проект, гибкие настройки оформления, дизайн и адаптивная верстка. То есть вы не будете похожи на конкурентов, несмотря на то, что купите готовое решение и сэкономите деньги. Плюс оба решения имеют большой набор маркетинговых инструментов для повышения конверсии продаж. Это от продающей главной страницы до баннеров, скидок, о которых, опять же, Никита рассказывал, акции, покупки в один клик и многое другое. Также при разработке этих решений мы постарались сделать так, чтобы страницы загружались максимально быстро, решения поддерживают PHP 7, автокомпозит, и, соответственно, на Aspro Optimus даже проекты с тяжелым каталогом будут работать быстро. Оба шаблона оптимизированы для SEO-продвижения, и в комплекте к ним идет техническая поддержка бесплатная в течение одного года и неограниченная, и обучающие материалы, документация, база знаний, в том числе и с видео. Какие есть способы увеличить конверсию продажи интернет-магазина? Быстрые, их можно внедрить сразу же после запуска, и те, что работают на перспективу. Быстрые — это дизайн оформления, мы его посмотрим, я, наверное, сразу на сайте покажу, как у нас все это реализованное выглядит, правильный контент, то есть заполненные карточки товара, каталог, хотя бы одна акция, потому что если у вас интернет-магазин, то там должна быть хотя бы одна акция, потому что пользователь подумает, что что-то пошло не так. Так, это отстроенный маркетинг, в том числе и кросс-продажи, покупка в один клик, онлайн-консультант, триггерные рассылки, собственно, реклама. Также можно подключиться к Яндекс.Маркету и каким-то агрегаторам товаров, чтобы быстро получить целевой трафик и первые продажи. На перспективу работают правильный выбор платформы, ну, понятное дело, что мы говорим об 1С Битрикс и решения, стратегия ценообразования, проектирование каталога. Я просто скажу об этом вскользь. У нас есть статья в блоге на эту тему. Также мы об этом на одном из прошлых вебинаров достаточно подробно говорили. Очень важно уже с самого начала на этапе выбора решения посмотреть, какие есть возможности для SEO, развитие и доработки решения, и, собственно говоря, подумать, как вы будете развивать контент. Пробегусь по ключевым возможностям решения. То есть у вас про оптимус. Очень много настроек оформления. Попробую переключиться и показать, как это выглядит у нас на сайте. Давайте перейдем, например, на главную страницу. У нас есть виджет настроек решения, в котором представлены основные вещи, которые вы можете вот уже с помощью виджета посмотреть. То есть цветовая схема, цвет фона, настройки меню, корзины, футеры, типы СКУ, отражения, детали и так далее. Я не буду подробно показывать и рассказывать каждую опцию, просто покажу вам, как это все настраивается через наш центр управления и как вообще эти настройки выглядят. Вот, то есть мы видим, что есть блок настроек шаблона, покупки в один клик, главная страница. То есть с помощью этих настроек вы можете буквально в несколько кликов выбрать, как будет выглядеть ваш интернет-магазин и его основные элементы. Вот, теперь пробежимся по главной странице, показываем на ее компоновку и основные элементы. То есть это главные баннеры, тизеры преимуществ для интернет-магазина, плавающие баннеры, на которых можно размещать, например, отдельные рубрики вашего каталога, горячие предложения и акции. Есть блок для хитов «Советуем новинка и акция». Вот, обратите внимание, как он выглядит, и особенно этот стикер. Эта штука реализована настолько в «Оптимусе», и его особенность в том, что вы можете для отдельных товаров изменять текст. Ну, то есть, например, здесь мы написали «Советуем», а здесь можно написать «Успей купить». Есть блок акций, блок компании. Второе, что важно после главной страницы, это карточка товара, потому что, в отличие от оффлайн-магазина, в онлайне у вас есть только текст, картинки, описание, компоновка страниц отзывчивого консультанта, который улыбнется, ответит на вопросы и проконсультирует по товару. Ну, соответственно, у вас нет. Как выглядит карточка товара у вас про «Оптимус»? Мы ее постарались спроектировать так, чтобы на ней можно было расположить очень много информации, причем в разном виде, от прикрепленных услуг, документов, стандартных фотографий, отметок об акции, описаний, таким образом, чтобы она не выглядела перегруженной, то есть не было каких-то там блоков кирпичей, которые сложно читать, и при этом чтобы были все элементы, которые важны для покупки. Почему вообще важно проработать карточку товара? Давайте, например, посмотрим другой пример. Если пользователь не находит информации в вашем магазине, он идет ее искать в других источниках. Ну, и, соответственно, не факт, что он у вас после этого купит. От особенностей с про «Оптимус» можно отнести то, что, например, на вкладке «Видео» вы можете размещать несколько видеороликов, а также располагать характеристики товара в виде таблицы, публиковать отзывы, есть возможность задать вопрос, отметка о наличии, и вкладка «Дополнительно». На ней можно разместить информацию, например, по оплате и доставке. Что еще важно? Корзина, она может быть в шапке, ну, стандартно вот здесь она находится, или летающая, то есть преимущество летающей корзины в том, что она всегда находится перед глазами у пользователя. Можно всегда посмотреть, какие уже товары отобраны, ну, и перейти, например, к оформлению заказа. И еще очень важный один момент — это покупка в один клик. Этот функционал очень крутой. Давайте посмотрим. У меня есть пара кейсов, с которыми я бы хотела вас познакомить. Вот как она выглядит. Соответственно, ею уже никого не удивишь, потому что она есть во многих решениях. Но, тем не менее, эта штука очень хорошо работает. На графиках вы можете видеть два кейса. Это интернет-магазин шинодисков и интернет-магазин детских товаров. Как видно, после подключения покупки в один клик выручка выросла у магазина шинодисков на 60-80%. И также интересно, что количество заказов через покупку в один клик составило половину, ну и по выручке, соответственно, тоже. Особенностями Aspro Optimus, давайте опять переключимся на браузер, мы внедрили не только саму покупку в один клик, но и возможность добавлять к ней дисклеймер. То есть какое-то описание, ну, например, информация о стоимости доставки. То есть мы кликаем сюда, читаем примечание, есть ссылка на страницу оплаты. Это помогает, ну, во-первых, это еще одна точка контакта с пользователем, и она снимает какие-то вопросы и возражения, соответственно, больше позитива, меньше негатива. Теперь давайте посмотрим, какие есть маркетинговые возможности, если вы открываете свой магазин на основе нашего готового решения. Ну, во-первых, на главной, как я уже сказала, есть блок с акциями. Никита очень много говорил о том, какие возможности есть у 1С Bittrex для их настройки. Я бы хотела подробнее остановиться на такой вещи, как перекрестные продажи и связанные товары. Что это такое? Допустим, у нас есть контентные разделы, например, услуги. Мы переходим на страницу конкретной услуги и, соответственно, привязываем к ней какие-то товары сопутствующие. Или, например, перейдем на страницу акции. Мы уже были здесь, еще раз покажу. То есть можно разместить текст акции, есть форма захвата, и сразу же к контентному разделу прикрепляются товары, участвующие в акции. Соответственно, когда мы переходим на карточку товара, мы еще раз видим таймер обратного отсчета до конца, цену и связь с акцией, в которой этот товар участвует. И еще один интересный инструмент — это подарки, который также сравнительно недавно появился в 1С Bittrex. Он позволяет предлагать пользователям какие-то подарки при покупке тех или иных товаров. Вот, например, как это выглядит. Мы настроили таким образом, что можно выбрать подарок при покупке любого товара. То есть вот он у нас в корзине. Если мы его отключим, давайте посмотрим, что будет. Можно выбрать что-то и сразу же добавить к заказу. Вещь очень хорошая, работает, можно экспериментировать. Причем подарки можно выводить как в корзине, как вот здесь у нас настроено, так и на самой карточке товара, чтобы пользователь, когда переходит на страницу интересную ему, сразу же видел, что в подарок ему предлагается что-то приятное. Кроме того, вы можете делать отметку на карточке товара о том, что вот конкретно этот товар может достаться вам в подарок, если вы купите, ну, например, что-то более дорогое. Ну, то есть можно делать, грубо говоря, апселл такой и увеличивать средний чек. Снова вернемся в презентацию. Про подарки я сказала уже, про кросс-селлинг мы тоже приближались. То есть еще раз, вас про оптимус, вы можете товары привязывать к новости, к статьям, к услугам. Также у нас поддерживается работа наборов и комплектов. То есть вы тоже можете собирать различные комбинации, предлагать их покупателям в зависимости там от сезонности или каких-то своих предложений и смотреть, как это будет влиять на конверсию. Еще одна вещь, которую можно внедрить сразу же после того, как вы запустили интернет-магазин и отправили туда первый трафик, это триггерные рассылки. Что такое триггерные рассылки? Это серия писем, которые... или письмо одно, которое отправляется в ответ на какое-то событие. Ну, например, человек перешел к оформлению заказа, начал его оформлять, но не закончил. Соответственно, через какое-то время, через пару-тройку часов, ему придет письмо о том, что, упс, вы забыли ваш заказ в корзине. Во многих случаях пользователи возвращаются на сайт, заканчивают начатое, ну, вы получаете, соответственно, продажу. У 1S Bittrex есть очень классный почтовый модуль, который позволяет настроить эти триггерные рассылки буквально в несколько кликов. Что сделали мы? Мы внедрили, разработали и внедрили для Aspro Market и для Aspro Optimus специальный конструктор этих самых триггерных писем. То есть как он выглядит? Вы переходите к настройке, загружаете свой логотип, шаблон, письма, телефон, редактируете текст, если нужно, или можете использовать как основу наш какие-то блоки, запускаете рассылку, и пользователи начинают ее уже получать. Как это выглядит? Покажу также в письме. То есть пользователь... ой, прошу прощения. Пользователь получает вот такое письмо. Уведомление о забытой корзине с текстом, подборкой товаров, о которых он забыл, персональными рекомендациями, тизерами преимуществ. Ну, можно прикрепить другую какую-то информацию, которая вам необходима и которую вы хотите донести до пользователей. И теперь самое интересное. Это система аналитики и электронной коммерции. Очень часто на этапе запуска интернет-проекта этими настройками пренебрегают, а на наш взгляд, абсолютно зря. Очень важно сразу же начинать собирать статистику, особенно если вы запустили какую-то рекламу, или у вас пошли там какие-то продажи. Она поможет вам отслеживать, что происходит на сайте, как с ним взаимодействуют пользователи и, соответственно, как-то корректировать свою стратегию ценообразования, продуктов, маркетинг, ну, собственно говоря, рекламу. Какие есть инструменты для отслеживания всех этих параметров? Это система аналитики, метрика и Google Analytics, и система электронной коммерции, Google электронная торговля. Конечно, сервисы электронной коммерции, электронной торговли, они немного интереснее для интернет-магазинов, чем просто метрика или аналитикс, потому что они позволяют увидеть такие интересные вещи, как доход с каждой конверсии, средний доход с визита, средний доход к покупке и так далее. Но после того, как вы только запустили интернет-проект, в принципе, достаточно будет грамотно настроенной Яндекс.Метрики. Вот, и наша расширенная интеграция с метрикой вам в этом поможет. Соответственно, что мы сделали? Мы внедрили специальные настройки на стороне решения, и то есть вам ничего не нужно будет править вручную, никакого, не знаю, не надо будет залезать руками в код, просто настраиваете, просто подключаете нужные опции в решении, настраиваете Яндекс.Метрику и начинаете отслеживать конверсии, поведение пользователей, как они взаимодействуют с вашими формами, покупкой в один клик, полным оформлением заказа и так далее. Вот, сейчас давайте посмотрим, как это делается через админку нашего сайта. Вернемся у вас про Оптимус и в блок настроек решения в центре управления. Вот, то есть здесь есть специальный блок, это цели и счетчики. Мы уже скопировали под счетчика Яндекс.Метрики в специальное поле. Соответственно, сюда надо будет подставить ID и дальше выбрать, что вы вообще хотите отслеживать. То есть у нас есть цели для веб-форм, она может быть общей, тогда у вас будет какая-то общая статистика по всем веб-формам, не дифференцированная. И отдельная цель. То есть, видите, мы выбрали отдельную цель, у нас открылось такое желтое поле с подсказками. То есть, что теперь с этим нужно делать? Ну, например, мы хотим настроить цель для форма «Обратная связь». Мы копируем вот этот шаблон, приходим в Яндекс.Метрику, в настройки, и, соответственно, настраиваем цель. Мы тестово настроили несколько целей, сейчас их шесть. Ну, теперь вместе с вами настроим еще одну. Нажимаем кнопку «Добавить цель», вводим название, например, «Заполнена веб-форма». Выбираем нужный тип события, это JavaScript события, и копируем сюда идентификатор цели. Кнопка «Добавить», «Сохранить», «Цель добавлена». Все. И, соответственно, если вы начинаете взаимодействовать с какой-либо формой, вы или ваши покупатели, данные уже передаются в метрику. Данные поступают с задержкой, поэтому я покажу, как это все в итоге выглядит на тестовом аккаунте для другого нашего решения. Это спро-корпоративный сайт современной компании, для которого мы тоже настроили. Ну, соответственно, вот, мы видим список целей, количество, конверсии, и уже понимаем, что происходит у нас на сайте. Теперь давайте еще раз посмотрим, какие моменты работают на перспективу, и немного более подробно остановлюсь на некоторых из них. Во-первых, возможности платформы, очень важно представлять их, и возможности решения. Обратите внимание, поддерживается ли оформление заказа личный кабинет D7 с подписками на товары, к примеру. Какие есть возможности интеграции? Это программы складского учета, например, 1С и мой склад, служба оплаты и доставки, сервисы обратного звонка, онлайн-консультанты, CRM-системы BITREX24 и системы электронной коммерции. Возможно, вам это не нужно прямо сейчас, но, как показывает наша практика, проекты не стоят на месте, они развиваются, у владельцев интернет-магазина появляются новые потребности, идеи и необходимость более качественно прорабатывать какие-то моменты. И, соответственно, если решение уже поддерживает это, вам будет гораздо проще все это внедрить и настроить, вы сэкономите и время, и деньги. Вот, также решение должно быть просто дорабатывать и модифицировать, потому что, опять же, при всех плюсах решений на Marketplace нужно понимать, что у них есть определенные ограничения. И такие нетиповые функционалы, которые должны учитывать специфику конкретного проекта, это, например, лендинги для каталога, в зависимости от того, какой у вас магазин, там, не знаю, например, вы продаете фитнес-одежду или напольное покрытие, вам могут понадобиться там разные блоки на них. Мультирегиональность тоже очень сложный функционал, он сильно различается от проекта к проекту, разнообразные калькуляторы и так далее. SEO — это суперважная вещь, и нужно заранее познакомиться, посмотреть, что вообще есть в решении для SEO. Как минимум, должны быть какие-то настройки для SEO-текстов, микроразметка без ошибок, и обязательно проверьте, чтобы поддерживались канонические ссылки. К примеру, наши решения их поддерживают, и, кроме того, в наших решениях есть возможность разместить товар в нескольких разделах каталога. Соответственно, вы размещаете их так, настраиваете канонические ссылки, и, соответственно, поисковые системы не ругаются на дубли. А это, в свою очередь, влияет на выдачу и положение сайта в поисковиках. И также обратите внимание, как реализована поддержка решения. Должны выходить апдейты, потому что если выходят апдейты, это значит, новинки 1С Bittrex вовремя внедряются, появляются новые настройки и возможности, потому что e-commerce в целом не стоит на месте, и вы тоже развиваетесь. И еще немного о SEO поговорим. Что должно быть в решении, чтобы в будущем не было проблем? Вот мы перечислили на этом слайде. Это блоки для SEO-текстов в разделах и подразделах каталога, канонические ссылки, настройки для ЧПУ, SEO-настройки для элементов навигации хлебных крошек и обязательно микроразметка OpenGround для соцсетей и схема.org. Опять же, в соответствии разметки стандарта можно проверить в валидаторах Google и Яндекс. У нас все чисто, карточка товара отображается корректно. Вот, например, можно сравнить, что происходит в выдаче, как сайт выглядит в выдаче, если есть проблемы с микроразметкой схема.org. То есть на первом примере выводится лишняя информация в сниппете, которую, скажем так, пользователь не запрашивал, она здесь явно лишняя, но как пометка ничего не куплена. А если микроразметка чистая, в качестве примера мы взяли страницу товара в нашей демоверсии Aspro Optimus, точное вхождение, большая вероятность, что пользователь на нее кликнет, для вас это больше органического трафика, экономия на рекламе, ну и большая вероятность, что он что-то купит, потому что ожидания совпадут с реальностью. Как я уже сказала, почему все это здорово. Выше конверсия и продажи, вы экономите рекламный бюджет, позиции в поисковой выдаче выше, и плюс у вас есть возможность сэкономить на SEO работам, потому что SEO-специалистам не придется править микроразметку вручную, потому что мы уже это сделали за вас. Что необходимо сделать SEO уже сразу после запуска проекта? Обязательно проведите базовую SEO-оптимизацию. Пропишите шаблоны метатегов для каталога. 1SB-трикс умеет генерировать метатеги самостоятельно, и дальше он справится сам. Проработайте SEO-описание для разделов, подразделов. Карточка товара обязательно должна быть проработана с этой точки зрения. Зарегистрируйтесь в Яндекс.Вебмаркет и Google Search Console. Подготовьте карту сайта и настройте файл robots.txt и проработайте статические разделы. Это компании, контакты, статьи, новости тоже через метатеги или просто разместив ключевые слова сразу в текст. Более подробно мы пишем об этом в документации с Pro, ну или можно, в принципе, эту работу делегировать студии, которая работает с сайтами на 1SB-трикс. И еще раз хочу сказать про новинки, которые мы реализовали в Aspro Optimus, кроме расширенной интеграции с Яндекс.Метрикой. Это типы цен для торговых предложений. При выборе SKU1 кнопка «Поделиться» в соцсетях на контентных страницах. Мы сделали умный фильтр еще умнее, и теперь его выдача полностью соответствует запросам. То есть выбрали синюю футболку, увидели синюю футболку. Еще сильнее усовершенствовали микроразметку на карточке товара, реализовали подписки на товары в личном кабинете и внедрили дополнительную настройку для элементов навигации на основных баннерах. То есть это точки, они теперь могут быть светлыми и темными. Посмотреть и запросить демо-доступ, повторюсь, вы можете на демо-версии optimus.sprodemo.ru и уже посмотреть, как все это работает, возможно, примерить свои какие-то материалы, например, баннеры или даже загрузить какие-то товары. Напоследок скажу о скидках и подарках. До 23 апреля действует скидка минус 10% на готовый интернет-магазин у вас ProMarket на Marketplace. И также мы дарим скидки до 50% на отличный хостинг для 1S Bittrex. Подробности на нашем сайте. А если хотите узнать больше, добро пожаловать в наш блог. Там мы пишем всякие полезные вещи о том, как запустить интернет-проект, интернет-магазин, корпоративный сайт. Предостерегаем от самых распространенных граблей и делимся своим опытом по запуску интернет-проектов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Если вы партнер, пишите на почту partners.aspro.ru. У меня все. Спасибо за внимание. Мария, спасибо большое. У меня сразу вопрос такой. Раздел questions доступен. Видно вопросики, потому что задают вопросы. Я хотел, чтобы на них ответили. Проверим. Есть такой разделчик, он раскрывается. Там будут вопросы. Есть, да? Вот там первый вопрос. Мария, когда запустите обновление, про которое вы говорили? Вот с него вниз можно отвечать. Сейчас, секунду. Я пока отвечу на следующий вопрос. Когда будет доступна запись вебинара? Запись вебинара мы выложим, я думаю, уже сегодня, крайний случай завтра. Я думаю, сегодня, ближе к вечеру. Сейчас сконвертирую ее просто, и будет доступна она. Видно вопросик? Да. Мария, когда запустите обновление? Все, пожалуйста, отвечайте. Про которое я говорила, видимо, это вопрос про расширенную интеграцию Яндекс.Метрики и то, что было на предпоследнем слайде. Эти обновления уже в стабильной версии, соответственно, можно устанавливать и тестировать новый функционал. Расширенная интеграция с Яндекс.Метрикой уже готова на Аспро-корпоративный сайт современной компании, Аспро-Оптимус, Аспро-Маркет. В ближайших планах все остальные решения также подтянуть. Спрашивают сразу, а что с Гуглом? С Гуглом Аналитикс у нас там есть расширенная интеграция с Гугл ТАК-менеджер, тоже есть соответствующий блок настроек в центре управления Аспро. Можно посмотреть наши документации на нашем сайте, опять же, как это реализовано. Мы там делимся мыслями о том, как это все настроить. Все, хорошо. Спасибо. Я тогда передаю слово следующему докладчику. Мария, спасибо. Выключаю. Спасибо. До свидания. Так, у нас готовится Алексей. Я его сейчас сделаю презентером. Так, Алексей, можно уже жать на микрофончик и на экранчик для того, чтобы... Добрый день, коллеги. Уже слышно, и надо нажать еще на кнопочку под микрофоном. Там кнопка такая с экраном. Вот, теперь видно экран. Я тоже пока выключаю свой микрофон, передаю слово. Так, добрый день, коллеги. Меня зовут Алексей Кононов. Я представляю компанию Рома. Являюсь руководителем отдела продаж данной компании. И хотел бы вам сегодня рассказать про инструмент повышения конверсии вашего интернет-магазина за счет сегментации входящего трафика. То есть, а именно трафика с поисковых систем. Хочу вам показать такой инструмент, как SEO-фильтр. То есть, это модуль, который мы разработали в нашей студии. Он позволяет устанавливать SEO-параметры для фильтра по вашему каталогу товаров в автоматическом режиме. То есть, все это работает на основе правил и формул, которые вы установите. Что вообще делает данный фильтр, я вам сейчас на словах немного расскажу и покажу на примере, как это все работает. То есть, поисковые роботы, которые заходят на ваш сайт, посещают ваш интернет-магазин, SEO-фильтр показывает им различные заголовки, метатеги и подписи, чтобы сегментировать каждый вид товаров по свойствам из фильтра товаров. То есть, тем самым мы получаем больше целевых страниц в поиске для ваших посетителей, а все страницы становятся уникальными и релевантными. По итогу получается огромная карта сайтов с множеством страниц для вхождения и большое количество поискового трафика. Перейдем на демо-версию нашего тиражного решения Bitronic 2. Здесь раздел «Климатическая техника» под раздел «Коддиционеры». На данной демо-версии SEO-фильтр не установлен. Тем самым, когда мы не используем модуль, любой подбор товара в разделе каталога интернет-магазина является одной и той же страницей, с определенными параметрами. То есть, эти параметры title, descriptions, keywords – то есть, все это является одной страницей, и что мы здесь не выбирали, то есть, той страницей это и остается. То есть, в связи с этим появляется некая проблема, что мы теряем клиентов, которые приходят к нам из поиска. То есть, для ключевого запроса у нас всего одна страница для входа, ну, тем самым, они достаточно представлены в поиске, и, естественно, конверсия идет на покупку в нашем разделе гораздо ниже, чем хотелось бы. То есть, если у нас приходит посетитель, ищет мобильный моноблок, то есть, кондиционер вот такого типа, в любом случае у нас все параметры остаются абсолютно такими же, то есть, это одна и та же страница. Проблему эту как раз решает наш модуль. Перейдем на другую демо-версию нашего Абитроника. Здесь представлены у нас пледы, то есть, все фильтры здесь установлены, представлены у нас четыре пледа, то есть, они разделяются у нас по свойствам, то есть, есть с рукавами, есть без, и по цвету. То есть, на данный момент это у нас раздел пледы, то есть, определенный тайтл, дескрипшн, но когда мы выбираем какое-либо свойство, то есть, мы ищем пледы именно с рукавами, мы получаем новую, абсолютно уникальную страницу. Секунду. Получаем. Так, что-то у меня тут подвисло. Так, давайте обрадуем по-другому. Сейчас перезагражу страничку, что-то у меня тут немного закешировалось. Так, получаем, то есть, уникальную новую страницу уже с новыми, с новыми уникальными заголовками, подзаголовками и всеми SEO-параметрами. Тем самым, то есть, у нас получается не одна страница в поиске, а при данном количестве товаров, ну, где-то около десяти. То есть, выбрали пледы с рукавами, получили купить пледы с рукавами. То есть, выбрали цвет белый, добавилось еще одно свойство – купить плед белый. То есть, здесь у нас по каждому из свойств в административной панели установлены правила и формулы, то есть, на основе которых все это происходит. По итогу получается, что каждая страница становится более релевантной, то есть, конверсия по ней значительно выше. То есть, ну, согласитесь, что конверсия будет гораздо выше, если клиент, который искал белый плед, набирает это ключевое слово в поисковике и попадает на вашу страницу с вот таким содержанием. То есть, естественно, большая вероятность, что он купит именно здесь. И вот хочу еще показать на примере нашего клиента, здесь тоже Bitronic 2, как он у себя реализовал использование этого модуля. Клиент продает гранит. Гранит, мрамор, то есть, различные камни, то есть, представлена также большая номенклатура по цветам, по видам. И с помощью фильтра сделана вот такая штука. То есть, мы перешли, например, в какую-нибудь категорию, например, будет это гранит, и выбираем какой-то вид изделия. То есть, получаем вид этого изделия в наши SEO-параметры. То есть, ищем плитку, получаем купить гранитную плитку. То есть, ищем бордюр, получаем купить гранитную бордюр. То есть, понимаете, получается огромное множество различных ключевых слов, то есть, большая карта сайта, которая индексируется поисковыми системами, и, следовательно, получаем большой поток из поиска уже на подготовленный каталог товаров в нашем интернет-магазине. Перейду на карточку товара, на карточку нашего модуля в Marketplace. Хочу немного пробежаться по возможностям. То есть, это происходит все на основе формул, правил, которые мы прописываем заранее. То есть, у всех этих правил есть возможность изменить их приоритет. То есть, на основании чего будет применяться то или иное правило, добавить... Есть возможность управлять ссылками, то есть, поставить ссылку вида canonical, чтобы исключить возможность дублей управления тегами, наследованием. В общем, множество различных возможностей именно в плане сегментации всего вашего товара. Также хочу заметить, что модуль уже интегрирован в наши популярные флагманские типовые решения. То есть, это Bitronic 2, Romza Centurion и Romza Monarch. И представлено небольшое видео по демонстрации работы. Еще один момент. У нас до 30 апреля на все наши решения скидки 25%. Поэтому обращайтесь. Будем рады с вами поработать. В целом, у меня все. Готов ответить на вопросы. Вопросы видны тут в разделе questions, так что можно отвечать. Так, сейчас секундочку. Надо его развернуть и ближе к концу там мотнуть. Вот после вопроса, спасибо большое, просто супер доклад, можно как раз тут посмотреть. Так, вот вижу, на спермаркет нет интеграции, пока и обновления нет. Ну, это дальше, там вопрос по модулю Romza. Так, вижу. Вопрос по модулю Romza. Как легко он интегрируется в сторонние интернет-магазины на Bitrix? Не в вашей компании. То есть модуль можно интегрировать абсолютно, ну, не абсолютно в любой, но практически во все интернет-магазины, представленные на Marketplace. Интегрировать может, можем как мы, то есть наш отдел внедрения занимается интеграцией этого модуля. Ну, в среднем могу сориентировать, что порядка 8 часов специалиста потребуется на интеграцию модуля, ну, в среднем. То есть вот такая цифра. Вот так. Если интеграция платна для решения. Ну, вот уже ответил на этот вопрос. Конфликта с каноническим Google замечено не было. Такой у нас проблемы. То есть если поподробнее пишите, что это за конфликт такой, я обязательно уточню у разработчиков. Протестируем, посмотрим. То есть, ну, и вот последний вопрос. Ну, да, это реально работает. То есть протестировано уже, ну, больше, больше 300 клиентов, как минимум. Так, ну, вот так. Если вопросов больше не вижу, я сейчас. Я вижу, вижу, еще вопросы появились. Ага. Да, все верно. Стоимость модуля и оплата интеграции. Правильно. По ЧПУ. Поддержка ЧПУ. Ну, на текущий момент не могу сказать, когда будет реализовано. Вы, конечно, можете на нашем сайте идей данную идею опубликовать, и там ее подробно можно будет обсудить. То есть уже касательно сроков, ну, дать какие-то ориентиры. Так, ну, спасибо. Я тогда передаю дальше слово Василию. Алексей, спасибо. Вам спасибо. Спасибо за внимание. Ну, сейчас, Василий, одну секундочку, я включу вас. Вот так вот. Уже слышно, и сейчас должно быть еще и видно. Всем здравствуйте. Все видно? Хорошо. Да, я свой микрофон пока выключаю. Угу. А экран вы мой тоже видите. Да, совершенно верно. И все слушатели тоже видят. Да, да, да. Отлично. Хорошо. Здравствуйте. Меня зовут Василий. Я представляю международную компанию Vee Interactive. И сегодня я бы хотел рассказать о нашем инструменте увеличения конверсии и взаимодействия с пользователем на каждом этапе пути к продаже. И показать вам несколько интересных кейсов, как мы работаем с уходящим драфиком, снижаем баланс рейт и, соответственно, увеличиваем конверсию. Наше решение доступно на маркетплейсе 1S Bittrex. Вы можете установить. Установка занимает не более пяти минут. Можно устанавливать как напрямую на платформу Bittrex, а также можно устанавливать напрямую наш код, грузив на сайт. Соответственно, давайте начнем. Непосредственно расскажу о нашей компании, расскажу немножечко о самом решении. И в конце покажу несколько кейсов, как мы увеличиваем продажи ритейловым магазинам. Соответственно, мы позиционируем Vee Panel как универсальное решение удержания и мотивации аудитории. Это интерактивная панель. Сейчас вкратце я расскажу немножечко о нашей компании. Vee Interactive – британская международная компания. На данный момент у нас есть 36 офисов в 28 странах. Трудится более 850 сотрудников. И по всему миру у нас сейчас 10 тысяч клиентов, что позволяет нам делать всякие интересные стратегии на российском рынке. За 2015 год мы сгенерировали продажи для наших клиентов более чем на 1 миллиард долларов. И на данный момент мы отслеживаем более 650 миллионов устройств по всему миру. Расскажу еще немножечко о самой платформе, потому что мы работаем не только с панелью. У нас есть еще другие инструменты. На этом слайде вы можете видеть весь пул наших решений. Мы работаем с тремя этапами вовлечения пользователями. В первую очередь это выявление и привлечение новых клиентов. Мы работаем с медийной программатикой рекламы. Наша собственная платформа Vee Ads. То, о чем я расскажу сегодня, это инструмент Vee Panel. Это повторное привлечение ценных пользователей, удержание их на сайте. А также у нас есть платформа email-ремаркетинговый контекст. Это увеличение конверсии вашего сайта за счет возврата пользователей по email-каналу. Но давайте сейчас перейдем немножечко про модную бигдату. Расскажу, что мы делаем непосредственно с датой наших пользователей. В нашем распоряжении огромный массив поведенческих данных. На территории Российской Федерации за последние три года мы собрали более 27 миллионов пользовательских клуб. Эти данные нам позволяют сегментировать аудиторию и грамотно выстраивать взаимоотношения с пользователями на каждом этапе пользователя к покупке. По миру мы фиксируем более 1 миллиона адресов каждый день, что, опять же, позволяет нам работать с аудиториями, грамотнее выстраивать работу наших приложений. И, более того, мы обрабатываем более 100 атрибутов данных по каждому из пользователей, что, опять же, позволяет нам лучше настраивать те же самые товарные рекомендации или сегментировать письма в наших рассылках. Итак, давайте перейдем непосредственно к решению vPanel, и я бы сейчас обозначил, какие основные проблемы решает этот инструмент. vPanel — это уникальная панель, не стоит ее путать с раздражающими нынче поп-апами, не стоит ее путать с формами обратного звонка или с онлайн-чатами. vPanel — это панель, которая работает по триггерам, она всплывает в правой части экрана, либо на десктопе, либо на мобайле, и обрабатывает три основных сценария. Давайте обозначить три сценария. Первый сценарий — это главная страница, товарная категория и непосредственно сам товар. Здесь основной момент — это удержание баунсеров в той аудитории, которая покидает сайт, не совершив целевого действия. По нашей статистике в российском ритейле этот процент составляет более 50, что очень много. Например, в Америке или в Великобритании процент ухода пользователей сайта не составляет более 20%. Соответственно, vPanel позволяет этот трафик удержать и мотивировать его остаться и продолжить путь по сайту. Следующий сценарий — это самый перформящий сценарий, там, где больше всего конверсия, где мы больше всего работаем именно на удержание пользователей, на мотивацию его купить. Это страница корзины и регистрации. Здесь мы работаем с товарными рекомендациями, с различными мотивациями пользователя остаться. Это могут быть акции, промокоды, различные скидки, распродажи. И также здесь мы работаем с обратной связью с пользователями. И третья страница — это «Спасибо за покупку». Это история на увеличение лояльности и retention rate ваших клиентов. Здесь мы работаем с постпродажей, с увеличением среднего чека и взаимодействием с социальными сетями. Немножко статистики. Випанел мы запустили в начале 2016 года в России. До этого мы работали с такими же пупапами, которые включаются по наведению мышки на закрытие и так далее. По отношению к пупапам конверсия випанел выросла в среднем процентов на 10. И сейчас мы отслеживаем статистику, что в среднем пользователь идет к покупке намного быстрее. И в среднем конверсия увеличилась на 10-24% по отношению к тем же пупапам. Випанел работает со 100% пользователями, покидающими сайт, потому что мы работаем со всеми доступными триггерами. Это может быть движение мышки, это может быть бездействие на сайте, это может быть закрытие вкладки. Поэтому она может обработать всех на каждой странице. Мы немножечко посчитали. Ранее мы работали с различными пупапами. Какие-то пупапы предлагали скидку, какие-то пупапы спрашивали email, какие-то пупапы предлагали какие-то другие акции. И сейчас мы все вот эти инструменты, так сказать, унифицировали в панели, что, опять же, намного шире и больше охватывает аудиторию, увеличивает конверсию. Давайте я сейчас отдельно разберу, что находится на каждом части панели, как она выглядит. Что в нее входит? Вот в правой части вы здесь можете видеть непосредственно дизайн панел. В первую очередь хочется сказать, что каждые макеты мы отрисовываем индивидуально для каждого сайта. Панель выглядит эксклюзивно, то есть вы не найдете на сайтах наших клиентов одинаковый панел. Мы все рисуем, исходя из гайдлайнов и брендбуков вашего сайта. В первую очередь, что видит вверху, это как раз тот самый элемент промо, тот самый элемент попапа. Здесь наша фантазия безгранична, так же, как и ваша. Мы можем придумывать абсолютно разные акции вместе с вами. Это могут быть основные акции вашего магазина, это могут быть эксклюзивные промо, которые только в этом месяце или в этом сезоне. На страничке, допустим, корзины мы часто используем динамические промо-коды. Пользователь может скопировать промо-код прямо отсюда и вставить его в корзину. Также в этом элементе vPanel могут быть гиф-анимации, либо видео какое-то коротенькое. То есть на главной странице мы можем вставить небольшую гифку тоже с какой-нибудь анимацией. Это намного больше увеличивает конверсию. Также по элементам vPanel есть функционал добавления в закладки. Это возможность отправки вашей продуктовой корзины вам на электронную почту. Вот сзади на подложке вы можете видеть пользователю, если вам задается вопрос, спешите, допустим, введите ваше мейл, мы отправим корзину на почту. Ниже, если идти по vPanel, здесь вы можете видеть историю просмотров и рекомендуемые товары. Рекомендуемые товары работают на нашей собственной как раз Big Data. vPanel анализирует поведение пользователя на сайте и с каждым днем, с каждым месяцем показывает все лучше и лучше товары. Например, у нас есть такой клиент, занимается доставкой продуктов, это онлайн-ретейлер. И мы заметили, что действительно рост апселла в корзине увеличился спустя два месяца. И было интересно, когда пользователь положил в корзину разный чай, какие-то кофе, еще что-то, и vPanel начала предлагать сахар. То есть, соответственно, пользователи уже добавляли внутри vPanel себе в корзину сахара, тем самым обселили корзину. Также внутри vPanel есть история просмотров. Здесь человек может кликнуть на историю. Ему не нужно лезть в историю браузера, чтобы посмотреть огромный список товаров, которые он видел, что, опять же, сокращает время пользователя на какие-то такие вещи. Также есть помощь в поиске. Опять же, пользователь внутри vPanel может нажать на иконку поиска, быстро вбить какой-нибудь товар, и, соответственно, подгружаются вот в этом списке товары, которые соответствуют запросу. Опять же, большой плюс vPanel, что пользователь как бы уже ушел с вашего сайта, но, тем не менее, он продолжает с ним взаимодействовать внутри панели. И, тем самым, мы возвращаем, мы этого пользователя удерживаем. Давайте мы непосредственно перейдем к тем трем сценариям, как работает vPanel на сайте. Вернемся к истории про главную страницу, товарную категорию, непосредственно карточку товара. Для кого? Основное направление – это ритейл и сайты с целевыми действиями. Это могут быть не только интернет-магазины, это могут быть сайты-визитки, либо различные лендинги. vPanel встраивается абсолютно на любой сайт, выглядит органично в любом интерфейсе. Непосредственно целевая аудитория этих страниц – это баунсеры. На главной странице бывает очень большой баунс-рейт, соответственно, нам нужно удержать этого пользователя, предложить ему какой-то ништячок, чтобы он остался и продолжил взаимодействовать с сайтом. Как работает? Как я уже говорил, есть несколько триггеров. В первую очередь, vPanel всплывает при уходе, это бездействие, это может быть настроено на 2, 3, 5, минут 10. Это может быть движение мышкой, причем движение мышкой сделано органично, не прям вот человек, когда резко двигает вверх, мы это понимаем, когда человек аккуратно ведет мышку куда-нибудь к поиску, либо к другой вкладке, и мы покажем панель. И также это может быть нажатием на крестик, на закрытие вкладки, либо на целиком закрыт браузер. Панель всплывет, не даст пользователю уйти. Какой есть функционал? Здесь самое главное нам, так сказать, сделать греб-отеншн для пользователя, удержать его какой-то плюшечкой, допустим, сказать ему, что есть распродажа, вот как у Prestige вы видите, на главной странице мы показывали пользователю, вопрос уже уходит, соответственно, какой-то call to action, и предложили ознакомиться с распродажей. Человек кликает на иконку распродажи и уже идет на сейл и покупает какие-то вещи со скидками. Здесь же может быть список бестселлеров. Если мы еще о пользователе ничего не знаем на этом этапе, он только зашел на сайт, мы не можем ему ничего порекомендовать. Мы можем здесь загрузить 20 самых ходовых товаров, какие-то ваши хит-оферы, товары со скидками, чтобы пользователь их увидел сразу. Также здесь человек, уходя, может включить в себе историю просмотров, но их еще не было, поэтому они не покажутся. Здесь может быть поиск по сайту, опять же, пользователь уходит, он не увидел на вашем сайте иконку поиска, но вот vPanel ему подсказал, и веди, и он что-то быстро нашел. У всех панелей есть адаптивный дизайн, они одинаково вкусно смотрятся как на десктопе, как на планшетах, так и на мобайле. Все это настраивается, работает, в принципе, хорошо, но лучше всего оно работает, конечно же, на десктопе. Как я уже сказал, здесь можно в основной части панели вставлять гифки или видео. Это все зависит от вас. Если у вас есть гифки или видео, мы с удовольствием их ставим, это увеличивает конверсию. Соответственно, перейдем дальше. Следующий сценарий – это корзина. Здесь основная проблема – мотивирование пользователя остаться и купить. Вы уже совершили немало действий, чтобы человек дошел до корзины, он уже собрал те товары, которые ему необходимы. И здесь мы предлагаем тоже несколько сценариев. Абсолютно та же целевая аудитория, которая дошла до корзины и уходит, работает точно так же, так же настраиваются все основные три триггера. И функционал здесь может быть намного шире и зависит от количества страниц по процессу чекаута. То есть, если сначала пользователю необходимо зарегистрироваться, потом далее перейти к оформлению заказа, вводить свои основные данные, то на каждом из этапов чекаута мы можем предложить разные сценарии. Соответственно, что мы предлагаем для страницы чекаута, где пользователь регистрируется, вводит свои контактные данные, здесь мы можем предложить человеку возможность отложить свою покупку, предложить ввести имейл и отправить картину себе на электронную почту. Она уже работает вместе с нашим первым решением Виконт, это работа с имейлами. И, соответственно, если у человека нет времени, он закрывает вкладку, возможно, на работе оформлял заказ, подошел босс, у него не было времени, он закрыл вкладку, потом вернулся, а Виконт предложил ему ввести имейл, он там спокойно уже из дома из письма возвращается и покупает. Также здесь появилась наша возможность вставлять статические динамические промо-коды с автозаполнением, вы можете прислать нам список всех ваших промо-кодов на ближайший месяц, мы их здесь включаем, и человек прямо в корзине, допустим, при, опять же, регистрации выдается промо-код на какую-то скидку, человек на него нажимает, он сразу автоматически копируется в буфер, человек его уводится и при этом удивлен скидкой в самый такой момент, когда он уходил. Следующая история, тоже наша новинка внутри вип-пэнел, это смс-промо-коды, так же, как и ввод имейла, здесь появляется возможность ввести телефон, человек вводит свой мобильный телефон, и ему в течение двух минут присылается смс-ка с, опять же, динамическим промо-кодом, смс-ка приходит от домена вашего магазина, просто там не какой-то левый телефон будет, а именно ваш магазин, .ru, .com, и человек возвращается на сайт, там будет коротенькая ссылочка в смс, он сможет вернуться из телефона, или он сможет просто ввести промо-код. Опять же, на корзине мы советуем вставлять обязательно историю просмотров, человек не всегда кладет все в корзину, все, что он смотрел, возможно, он что-то забыл, это история про увеличение среднего чека. Обязательно мы рекомендуем использовать товарные рекомендации на корзине, это также история про увеличение вашего среднего чека. Товарные рекомендации, как я уже сказал, работают на алгоритмах BigData, мы анализируем поведение пользователя, мы смотрим, что он клал в корзину, что другие пользователи клали в корзину вместе с этим же товаром, и показываем с временем все лучше и лучше товарные рекомендации. Вот эта вся история скроллится, вниз показывается 20 товаров. Также интересная история про vPanel, это сегментация по сумме корзины, и вообще, в принципе, сегментация. Мы сегментируем пользователей по двум типам, в первую очередь это зарегистрированный и незарегистрированный пользователь, потому что, допустим, вы не хотите, чтобы мы трогали ваш зарегистрированный трафик, это та аудитория, которая так и так у вас покупает, они лояльны к вашему магазину. Здесь vPanel может показывать историю, видеть вашу мейл, мы пришлем корзину, либо ознакомиться с распродажей, допустим, им не надо давать скидки, они и так у вас покупают, или у вас есть программа лояльности. Но мы можем взять незарегистрированную аудиторию, мы понимаем, что этот человек зашел к вам первый раз, поэтому для них мы как раз показывать будем какие-то акции, скидки, промокоды, бесплатную доставку, все то, чтобы этого человека заставить купить. Идем дальше. Про АБ-тестирование также хотелось бы сказать. Мы позволяем нашим клиентам проводить АБ-тесты, мы делаем разные элементы дизайна. Это могут быть, опять же, какие-то элементы графики. Там первый месяц мы поработаем с одной акцией, либо с одним дизайном, либо будем включать товарные рекомендации по Big Data, либо будем просто включать товарные рекомендации, которые вы нам вышлите. И потом уже сравниваем статистику и используем лучший функционал. Идем дальше. Третий сценарий. Это страничка «Спасибо за покупку». Это тот называемый пост-сейл и взаимодействие с социальными сетями. Это, опять же, история для ритейла, для пользователей, которые уже завершили заказ, и здесь нам необходимо поработать на их лояльности. Здесь, опять же, мы включаем по триггерам код сайта, то есть нажатие на крестик, либо движение мышки, либо бездействие. И основной култ-экшен – это возможность поделиться с друзьями вашими покупками. Вот здесь вы видите, что пользователю предлагается выбрать социальную сеть, отметить те товары, которые он уже купил, и показать своим друзьям. Опять же, у человека в Facebook или в ВКонтакте, в Титтере будет показана ссылочка на сайт, и в нее будет вшит промокод. То есть человек, который придет уже реферальной социальной сети, он вернется к вам на сайт с промокодом на скидку. И здесь все может быть то же самое настроено. Здесь, опять же, можно внутри панели включить те же самые дополнительные рекомендации, либо поиск, либо историю. То есть человек уже что-то купил, но вот он в истории посмотрел, что вот этот товар ему тоже был интересен, и, возможно, он вернется и купит еще раз. Давайте немножко пройдемся по трем основным сценариям. Такой большой метап. Соответственно, есть у нас три сценария. Это главная страница категории товаров. Здесь основное и самое правильное – это показывание правильных акций, скидок, хитов, продаж, чтобы заинтересовать пользователей. Следующий этап – это страница «Корзины и регистрации». Здесь нам важно максимально замотивировать человека остаться и продолжить покупку. Здесь мы ему покажем динамический промокод, предложим ему смс-промокод, обязательно товарные рекомендации до увеличения среднего чека, покажем историю просмотров, чтобы человек ни в коем случае ничего не забыл, и дадим возможность отправить на e-mail свою корзину. Третий сценарий – это «Спасибо за покупку». Здесь мы показываем, опять же, какие-то промокоды и дать возможность человеку расшарить свою корзину в социальных сетях, опять же, посмотреть какие-то рекомендации, возможно, он что-то купит потом, и посмотреть свою историю. Вкратце могу сказать, что e-panel в среднем увеличивает, ну вот сейчас мы заметили по ритейлу конверсию, вашу текущую процент на 10-25, в зависимости от сферы. Очень хорошо работает в сфере фэшн. Сейчас дальше подскажу несколько кейсов. У нас есть один клиент, это ритейлер, не буду называть название. У клиента очень высокий процент оттока посетителей со страниц товаров, экспортивный магазин. Действительно, баунс-рэд был более 70%. Это как товарная страница, как категория. Мы интегрировали e-panel, включили два триггера закрытия вкладки и бездействия, и в дальнейшем мы использовали промо-текст со ссылкой на акции. В результате на этих страницах 18% тех, кто уходили, они остались. То есть люди действительно посмотрели акцию, они повзаимодействовали с e-panel, они пошарили ее, что-то там покликали, продолжили взаимодействовать с сайтом. 41% пользователей, которые с ней повзаимодействовали, в итоге завершили покупку. Мы снизили баунс-рэд практически в два раза, и буквально со страницы товара продажи были увеличены на 622 тысячи рублей за первый месяц. И трафика у этого магазина было не так много, порядка 5-6 тысяч пользователей в месяц. Кстати, да, хотел заметить, обратить внимание, что e-panel работает больше и лучше, чем намного больше, когда у вас больше трафика. То есть чем больше у вас на магазине становится трафика, тем, соответственно, e-panel работает эффективнее, потому что собираются данные, e-panel их обрабатывает, и показывает намного лучший результат. На каждом этапе работы с клиентом мы предлагаем оптимизацию и добавление новых функций, добавление акций, возможностей, поэтому в дальнейшем было принято решение включения хит-офф, продаж в рекомендации, то есть на главной странице мы включили какие-то основные хит-офферы, и, соответственно, предложение скидки за отзыв в промо-тексте было включено в постсейл, но спасибо за покупку, человеку предлагалось написать отзыв на сайте уже магазина, и потом получить какое-то промо. Давайте еще один кейс расскажу. Это уже наш магазин для женщин. Проблема сайта была, что низкий уровень вовлеченности со стандартным поп-апом. Раньше мы этому же клиенту делали поп-ап. Поп-ап предлагал какую-то скидку, и конверсия этого поп-апа в покупку была всего 3%. Далее мы заменили наш же поп-ап на наш новый в-панел, сделали красивый адаптивный дизайн, плюс мы включили викон, это возможность отправить корзину на e-mail. В результате это все стояло на страничке корзины, на странице чекаута. В результате 34% всех посетителей, которые уходили с этой страницы, они взаимодействовали с в-панел, они смотрели рекомендации, они отправляли себе почту, и в итоге 32% пользователей, которые взаимодействовали с в-панел, совершили покупку. И только со страницы корзины мы сгенерировали продаж на 2 миллиона рублей. И это за первый месяц без итоговых оптимизаций, без взаимодействия с товарными рекомендациями, потому что они еще просто не успели оптимизироваться. И посчитали мы, что количество восстановленных продаж увеличилось в 5 раз в сравнении с обычным поп-апом. В итоге конверсия в в-панел уже составляла 15%, а не 3%. Хочу добавить, что в-панел работает по модели оплаты CPA, очень эффективная модель. Вы платите нашему сервису только за совершенные заказы. Причем это может быть оплата как за доставленный и оплаченный клиентом заказ, либо это может быть заказ, свершенный на сайте. Мы всегда договариваемся о цене, чтобы это было гибко, чтобы это совпадало с вашей маржой. Мы не каннибализируем трафик, тем более мы не хотим каннибализировать вашу маржу и в любом случае всегда будем работать на эффективность. Здесь хотелось бы вам показать несколько примеров креативов в в-панел. Как видите, в-панел совпадает с дизайном сайта клиента. Мы все всегда отрисовываем вместе, то есть все какие-то элементы интерфейса, кнопочки, они совпадают с дизайнами сайта. Вы можете протестировать в в-панел на сайтах наших клиентов, которых сейчас видите. Могу вам показать короткий видеоролик, как это работает. Наглядно и понятно. Сейчас, в принципе, посмотрите на сайте одного из наших собственных магазинов. Например, пользователь покупает себе вино, дошел до карточки товара, допустим, ему что-то не устраивает, он закрывает вкладку. На этом этапе мы ему предлагаем скидку. Человек увидел скидку, но ему еще интересно посмотреть какие-то товарные рекомендации, посмотреть что-то, поискать. Вот таким образом это все выглядит. Человек вводит название вина. Я прочитал описание, возможно, он захочет купить его прямо сейчас, может нажать Buy Now. В данном случае человеку заинтересовала скидка. Он решил остаться. На этом этапе он добавляет в корзину себе 4 бутылочки вина. Как выглядит в в-панел уже непосредственно сценарий работы с корзиной? Человек перешел в корзину, что-то его не устраивает, он закрывает вкладку. Вот как раз история про торопитесь. Человек может ввести свой e-mail, также может ввести телефон. Он подтверждает, и ему приходит письмо на электронную почту. История про social sharing, про делиться в социальных сетях. Опять же, как это работает, сейчас наглядно можете посмотреть. Человек закрывает вкладку уже после заказа. Поделитесь со своими друзьями, выберите товар, лист кардинок, который вы купили, выберите одну из социальных сетей. В таком виде все это происходит. Человек шарит ссылку в фейсбуке, пишет какой-то комментарий, нажимает пост. И, соответственно, может уже после того, как он шарил, получить какую-то скидку на следующие заказы. То есть это тоже может быть промокод. Соответственно, кто-то заходит к этому пользователю на сайт. Веб-панел показывает, что пользователь уже что-то расшарил. Вот, допустим, возьмите такие-то товары, которые этот пользователь купил. В общем, в целом, про веб-панел это все. Задавайте ваши вопросы, если они есть. Устанавливайте наш модуль, пишите, звоните. Всегда расскажем, как все работает. Вопросы есть. Вопросы есть в разделе questions. Можно на них как раз ответить. Они там снизу здесь. Пятерки, наверное, ездят. Почему-то у меня не открывается. Раздел questions сейчас посмотрю, должен открываться. Нет, должен быть раздел questions. Должен быть доступен. Я почему-то перестала открываться наше приложение самого вебинара. Никита, вы не можете мне зачитать эти вопросы. Я на них постараюсь отвечать. Это не открывается. Так, вопрос. Какой примерно должен быть оборот интернет-магазина для окупаемости и затрат на ваше решение? Разработка внедрения. Что по сроку на стоимость? Смотрите, по обороту. Мы начинаем работать, в принципе, с любым трафиком. И чем выше трафик вашего сайта, тем, соответственно, больше мы вам приносим дохода. Соответственно, больше вы нам платите. То есть это история про разделение дохода. Мы начинаем работать с любым трафиком. По стоимости. Это совершенно разные проценты. От 1% в электронике до 15% в фэшн. То есть мы на начальном этапе согласовываем с вами процент оплаты, который будет удобен вам, который будет выберен нам. И начинаем работать. Опять же, в процессе взаимодействия мы можем всегда снижать процент, либо увеличивать процент, если все растет и все всех устраивает. По срокам запуска в среднем на отрисовку всех макетов дизайнов установку, интеграцию у нас уходит на где-то 10 дней. Сначала вы ставите модуль на сайт. Далее мы уже отправляем на запуск нашим прекрасным дизайнерам и аккаунт-менеджерам. Они с вами связываются, согласовывают дизайн панели, согласовывают различные акции. Чем быстрее вы с нами взаимодействуете, тем быстрее мы запускаем. На среднем от 7 до 10 дней на запуск всего и вся уходит. Все, спасибо, больше вопросов нет. И тогда я закрываю, заканчиваю вебинар. Всем спасибо, всем всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok